Ребят, всем привет! У нас тут неожиданная новость вышла по слиянию, которая 13-го числа стартует. Прошлое видео было снято про него, и я рекомендовал делать вот этого розерварга нового. Но вышли результаты, да, с тест-сервера, с тест-зарубежных контент-мейкеров. И вот вы видите результаты тестирования, соответственно, на Гидре. Да, видим, что Мичинаки 10 миллионов, розерварг там на уровне Никматара бьет. То есть, опять делаем вывод, что Плариум выпустили героя, даже его не потестировав на основных там подземельях, данжах и прочем. Ну, то есть, герой вроде бы как с массухами, вроде как должен разгоняться там от скорости, бить, иметь вроде как нормальные множители. А в итоге, как мы и думали, что он там по 50 тысяч своими массоатаками будет по одной голове Гидры в разлом, в слабость бить. Ну, короче, в общем, ужасные удары. Казалось бы, может быть, его плохо собрали, но нет. То есть, если посмотреть, сейчас я вам покажу. То есть, собран он достаточно неплохо. Это почти 300 скорости, 5200 атаки, 278 крит урон. То есть, собран в очень-очень-очень такой среднедобротный шмот. Понятно, что там, непонятно, что на что там умножается, что плюсуется. Может быть, скорость надо поменьше, атаки побольше. Но кардинальным образом это ничего не поменяет. То есть, если бы, как у ХСки, например, да, явно, что собирать ХСку в атаку, а не в крит урон, это ошибка, потому что там не умножается на атаку, а плюсуется атака. Вот, то есть, собирать в атаку ХСку, если только не зачистку волн, никакого смысла нет. То есть, по Разиалваргу может быть что-то неправильно собрано, там может быть 200 скорости надо, 250 и там 7к атаки, будет лучше раскрываться, но не на много в любом случае. Потому что множители слабый, урон слабый. Непонятно, для чего этого героя выпустили. Я думал, что он будет просто очень-очень-очень много, но слабо бить. В итоге, как видим, он не бьет много, бьет слабо, но не бьет много. Идея Пларов была в большом количестве ходов этого героя, то есть, ну, у него база скорости 110, то есть, у нас у некоторых заливов примерно такая же скорость или даже меньше. Ну, как я и говорил в прошлом видео, что у него база скорости будет вот такая. Но, казалось бы, да, давайте покритикуем Пларов, они там, как всегда, отстойные, затестировали ничего и не собирать этого героя, не тратиться при том, что еще КВ, но КВ без личных, кстати, но все равно КВ есть, есть куда тратить ресурсы. Смотрите, в чем дело, помните же, Пиксниель, ее там три или четыре раза ребалансили, это был герой слияния, то есть, Плары не забивают на героя в слиянии, как это было или могло быть вообще, в принципе. То есть, выпустили слияние, собрали и хрен бы с ним, вот. То есть, были и годные герои, были и негодные, которые потом ребалансили. Пиксниель, это самое вот, ну, она играбельна сейчас, то есть, у меня ее нет на аккаунте, я ее не собирал из-за того, что она была неиграбельна, и это является ошибкой. И, может быть, она пригодилась бы в каких-то подземельях в момент ее ребаланса. Так вот, ошибкой будет, и вообще, в принципе, ребят, когда вам дают слияние, это легкий путь получить Легу. Ну, потому что можно 20 сакралов открыть, копяя их 2 месяца, и не получить ни одной Леги. А тут вам дают за 1-2 недели для аккаунта, который играет год и более, просто держите, нате, забирайте, просто поактивничайте в игре, поиграйте все там подземелья, арену и прочее, и забирайте Легу. Его будут ребалансить. По урону 100% будут ребалансить, либо по множителям будут ребалансить. Идея, много-много ударов, большая скорость, соответственно, большое количество этих маленьких ударов. То есть, не гонитесь за цифрами в ударах, он просто должен очень часто, очень много ходить этот разливарг, и ему поправят урон, и он действительно будет на гидре, я думаю, что миллионов там вот, ну, как чуть-чуть, может быть, хуже Меченаки он будет. То есть, там, миллионов 8 он будет на гидре набивать, когда его пофиксят. То есть, я думаю, что увеличат ему урон там, ну, минимум в 2, а может быть, даже и в 3 раза. Поэтому вывод сейчас не стандартный, не шаблонный, типа, забейте ресурсы, не тратите, нет, все слияния в этой игре, если вам хватает ресурсов, с донатом, без доната просто. Если хватает ресурсов и времени, забирайте. Вот основной посыл этого видео. Ну, а плары, как всегда, можете в комментариях написать, они действительно облажались, просто в очередной раз, выпустив недопиленного персонажа. Идея прикольная, нигде не протестировали, выпускают под слияние. Как всегда, плары молодцы, в комментариях можете написать все, что вы о них думаете. Ну, а я с вами прощаюсь, вы были на канале Тики и Спати, я Тики. Напоминаю, что могу помочь со всякими донатами и прочим. В общем, пишите в личку, обзорами, там, стримы, колокольчики прожимайте, стримы на этом канале, возможно, сегодня будет. Вот все, всем доброго дня. Продолжение следует...